Потримать в руках соправдную боевую зброю, проехать на бронетранспортеры и поспробовать знакомитую солдатскую кашу. Гомельских школьников запросили в войсковую часть 55-25. Я думаю, так само, как специальная милицейская бригада. Головная мета такой популяризации службы во внутренних войсках – притягнение потенциальных абитуентов до поступления у специализованной высшей научной установы. Экскурсии школьников в эту войсковую часть проводятся регулярно, але такой колькости гостей тут давно не было. Каля 200 человек на протягу дня ознайомились с засобливостями службы во внутренних войсках. Ознакомление с бытом военнослужащих, демонстрация вооружения и техники воинской части, демонстрация специальных средств подразделений, которые проходят службу воинской части, в частности саперно-пиротехнической группы, показательные выступления взвода специального назначения и специалистов-кинологов. В казарме выстава боевой зброи. Потримать ее в руках для сучасных школьников – редкая макшимость. Кажут, что уражение самое нечаканное. Тут же майстры класса военнослужащих. Як правильно корыстаться пистолетом при возникнении надзвычайной ситуации? У День открытых дверей об этом рассказывают так само. Порядок применения и использования личного оружия приблизительно следующий. Рука подается вниз, отстегивается клапан, приподнимается, при извлечении его сразу снимается с предохранителя, оружие наведено в цель. То есть, как правило, применение идет с двух рук, но если с одной, то разворачивается в полкорпуса в обратную сторону. Но это более спортивная стойка. Работа с молодью в войсковой части 55-25 вядется на регулярной основе. У Саковиков этого года тут открыли клуб, у яким займаются коля 70 гомельских школьников. Шмат хтось их уже зараз каже об жадании поступать у высшейшой навычальной установы военного профилю. Здесь проводят тактические тренировки, здесь стрельба, строевая подготовка, здесь военная топография. Много чего интересного, большое общение с военнослужащими, срочной службой, так и контрактниками, с офицерами. Узнаешь что-то новое. Прихильника узвязать свой лёс с военной службой оказалось ашматый сирот гостей дня открытых дверей. Конкретную специальность махчима я еще не обрали, але принциповое решение принятое. Я считаю, что это интересно. Нам на профориентации рассказывали. В принципе, заинтересовало это. Все условия рассказали, все условия тоже устраивают. Планирую поступать. Поспробовать приготованную у полевой кухни солдатскую кашу у импровизованную столовую на свежем поветре запрашают усих удельников дня открытых дверей. Не отмавляется никто. Кажут, что такая каша наводь значно смачнейшая за домашнюю. Их это додает становочное уражение от наведывания войсковой части. Наталья Игнатенко, Алексей Цюроу, Сергей Камкоу. Телерадио Компания Гомель.